Здравствуйте, коллеги! Всех приветствую на форуме технологии и данные. Меня зовут Дмитрий Пелюгин. Я разработчик баз данных, работаю с SQL-сервером, периодически выступаю на различных мероприятиях, связанных с SQL-сервером, веду технический блог и являюсь Microsoft MVP по направлению Data Platform. Сегодня мы будем говорить с вами о новой функциональности в SQL-сервере 2016, которая называется Quire Restore. Давайте начнем. Многие из нас так или иначе в практике сталкивались с такой ситуацией, когда запрос работает быстро или приемлемо быстро, и в какой-то момент вдруг начинает работать медленно. В такие моменты всегда хочется посмотреть, а что же произошло. Система, как правило, у нас живая, то есть данные добавляются, удаляются, изменяются, процедуры вызываются с разными параметрами и так далее. При этом планы запросов могут меняться, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. В такие моменты всегда хочется посмотреть, как изменился план, что произошло, почему раньше выполнялось быстро, теперь выполняется медленно. И Quire Restore дает нам такую возможность. Quire Restore — это аналог бортового самописца или черного ящика для самолета, или можно сравнить также с видеорегистратором в машине, то есть он пишет некоторую информацию о запросах, которые выполняются в вашей базе данных. Соответственно, вы имеете возможность, в случае чего, посмотреть, какие это были запросы. Более того, он пишет информацию о планах запросов, о статистике выполнения этих планов, то есть какие ресурсы, сколько времени выполнялось и так далее. И у вас есть возможность некоторого такого взгляда в прошлое. Соответственно, вы можете лучше контролировать планы выполнения запросов и лучше контролировать производительность. Более того, Quire Restore позволяет фиксировать план запроса. То есть в случае, если, например, у вас запрос выполняется, стал выполняться медленно, вы можете посмотреть предыдущий план, с которым он выполнялся быстро, и пока вы ищите, в чем проблема, зафиксировать старый план выполнения, который выполнялся быстро, и пока разбираться с новым. При этом пользователи, соответственно, не заметят разницы в производительности, пока вы решаете эту проблему. И я сразу хочу начать с демонстрации, чтобы показать, как это работает. Для этого мы переключаемся в Management Studio. Я сделал тестовую базу данных, состоящую из четырех таблиц, три маленьких таблицы по тысяче строк и одна большая, примерно миллион строк. Переключимся туда и делаем следующее. Мы будем тестировать один запрос, который у нас делает выборку из таблицы T1BIG, из большой таблицы. Что мы делаем? Мы выбираем некую колонку по некоторому условию, где колонка B меньше параметра B. Этот запрос у нас находится внутри хранимой процедуры. Параметр B передается в качестве входного параметра. Запрос сверху и снизу обрамлен двумя строками кода, которые делают следующее. Они запоминают время начала запроса, время окончания, вычисляют разницу и выводят ее на консоль, сюда вот вкладку Messages. Теперь что мы сделаем? Мы включим Quarry Store в базе данных. Пока можете не обращать внимания на синтексис. Мы подробнее о нем поговорим, о синтексе включения в дальнейшем. Пока просто скажу, что мы его включим, Quarry Store механизм. И дальше сделаем следующее. Выполним нашу процедуру с параметром B равно 1 и B равно 100. Я напоминаю, что здесь у нас условие, где B меньше значения параметра. То есть мы делаем запрос, где B меньше или равно 1 и где B меньше или равно 100. После каждого выполнения для частоты эксперимента чистим кэш-планов. Также включим сбор плана SetStatistics.xml. И посмотрим, какие планы запросов у нас генерируются для данных вызовов процедур. Давайте выполним. Первый уже выполнился. Давайте его откроем. И мы здесь видим индекс SIG, поиск по индексу, плюс klookup. На таблице T1B сделан индекс по колонке B. Он не покрывающий для данного запроса, колонка C в него не входит. Поэтому сервер должен сделать lookup в кластерный индекс и достать оттуда недостающую колонку C. Второй план — ClusterAdIndexScan. Поскольку в первом мы выбираем меньше или равно 1, это небольшое число строк сервер считает выгодным сделать поиск по индексу и подтянуть данные при помощи lookup из кластерного индекса. В втором случае выбирается много данных. Сервер выбирает сканирование кластерного индекса. То есть это классическая ситуация, когда сервер выбирает между сканированием индекса целиком и поиском по некластерному индексу и lookup в кластерный. Отлично. Теперь запустим процедуру в цикле. Я объясню, что здесь происходит. У меня здесь цикл. До некоторого большого числа идет вызов нашей тестовой процедуры. И параметр B у нас возрастает. Как счетчик возрастает в выполнении, так и параметр B. Сделаем задержкой с одну секунду, чтобы у нас не сыпались сообщения. Соответственно, давайте переключимся на вкладку messages и посмотрим на время выполнения. Началось все с 3 миллисекунд и продолжается время потихоньку увеличиваться. То есть 3, 123, давайте подождем некоторое время, чтобы посмотреть, до какого значения у нас дойдет время выполнения данной процедуры. Параметр постоянно увеличивается. Мы видим, что уже время почти близко к секунде. Начиналось все с миллисекунд. Вот уже почти секунда и так далее. Давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Вот уже больше секунды. Что мы можем с этим сделать? Мы идем на вкладку базы данных в Object Explorer. Открываем базы данных, находим нашу тестовую базу данных, открываем. Идем в раздел Query Store. Открываем вид Regressed Queries, то есть замедлившиеся запросы. Здесь я переключу на детальное отображение, и мы видим такую картину. Сверху у нас отображаются запросы, которые нам сохранил наш черный ящик, наш бортовой самописец, то есть запросы в базе данных. Наш Query Store. Находим здесь наш запрос. Вот он есть. Select C from T1B, где B меньше B. Параметра B. Ниже мы видим планы для этого запроса. То есть один запрос имеет два плана. Вот это шкала Total, это шкала Duration, то есть длительность выполнения. Основанная на общем времени выполнения. И мы видим, что план номер один у нас выполняется, он находится вверху, выполняется долго, план номер два выполняется быстро. Что мы можем сделать? Давайте посмотрим, до каких у нас дошло здесь значений. Видим, уже сейчас почти 2 секунды. Мы можем применить то самое форсирование планов. Простым кликом мышки, идем вниз, смотрим, здесь у нас кнопочка Force Plan, нажимаем ее, убираем план, нажимаем форсировать план. Хотите форсировать план? Да, хотим. Все, план форсирован, здесь у нас появилась галочка напротив плана. И давайте посмотрим, что стало с временем выполнения. Время выполнения, как вы видите, с почти 2 секунд упало в 10 раз. 267 миллисекунд и так далее. И вот оно так и будет продолжать быть стабильным, не увеличиваться и так далее. То есть вот буквально одним кликом мыши при помощи Quarry Store мы посмотрели, какие у запроса есть планы, форсировали один из них, и запрос у нас стал выполняться быстро. Давайте отключим форсирование планов. Делается также просто соседней кнопкой Unforce Plan. Здесь, соответственно, мы остановим выполнение, закроем и закроем наше представление. Это что называется Quarry Store в действии. Давайте посмотрим на принцип работы Quarry Store. Итак, принцип работы. Когда у нас запрос приходит на сервер, первое, что происходит, происходит компиляция запроса. Далее следует выполнение запроса, и на выходе мы имеем результаты запроса. Quarry Store. Quarry Store состоит... Quarry Store данные состоят из двух, условно говоря, частей или порций. Первая находится в памяти. Это некоторые структуры внутри... в сиквеле внутри памяти сервера. И вторая — это структуры на диске. Это внутренние системные таблицы. В момент компиляции данные запроса, текст запроса, план запроса попадают в внутреннюю структуру в памяти. В момент выполнения данные по статистике выполнения, такие как, например, время или затраченные ресурсы процессора, логические чтения и так далее попадают в то же хранилище в памяти, хранилище рантайм-статистики. И далее при помощи асинхронного процесса спустя некоторое время эти данные у нас записываются во внутренние таблицы на диск. То есть это сделано таким образом, чтобы сразу избежать записи на диск, иначе это бы сильно замедлило... сбор таких данных сильно бы замедлило выполнение запросов. То есть сначала в память, потом сбрасываем асинхронно на диск. Таким образом у нас сбор информации о запросах не сильно тормозит общее выполнение запроса. Давайте теперь посмотрим, какие данные собирает Query Store. Перед вами схема данных Query Store, которая состоит из шести представлений и одного представления хранящего настройки Query Store. Первое представление, первое, что хранит Query Store, это текст запроса. Он хранит во внутренних таблицах или в памяти, и доступны нам эти данные при помощи DMV, Query Store, Query Text. Он сохраняет текст запроса от первого до последнего значимого символа, то есть комментарии до и после не учитываются, в отличие, например, от кэша планов, где учитываются, соответственно, если у вас разные комментарии, но одинаковый текст запроса, это будут два разных пакета. Здесь не так, здесь это будет один и тот же текст запроса. Второе DMV — это Query Context Settings. Это контекст выполнения запроса. Контекст выполнения — это некоторая среда, в которой, собственно, запросы выполняются. Контекст. То есть это некоторые значимые настройки, которые могут влиять на смысл запроса. То есть в зависимости от контекста вы можете получать разные результаты. Например, если вы, например, поставили SetOnCNulls, On или Off, при сравнении с Null вы получите разные результаты, при этом текст запроса может быть один и тот же. Таким образом, данный контекст влияет на то, какие результаты запроса вы получите. То есть нам важно его сохранять. Текст запроса плюс контекст запроса дают нам, собственно, запрос. Запрос у нас представлен, мы можем его получить из DMV Query Store Query. Query Store Query сохранит, собственно, ID запроса, плюс некоторые данные о запросе, такие как статистика по компиляции и так далее. Запрос может иметь один или более планов. Если запрос вообще может не иметь планов, строго говоря, но в таком случае он не будет сохранен в Query Store. Если запрос имеет один или более планов, эти планы сохраняются в DMV Query Store Plan, доступный нам при помощи DMV Query Store Plan. План может выполняться какое-то время, и каждое выполнение у нас, соответственно, затрачивает какие-то ресурсы. Статистика по выполнению не хранится по каждому выполнению. Вместо этого для экономии места она агрегируется в рамках какого-то интервала. То есть, если у нас запрос выполняется, например, интервал агрегации 60 минут, то у нас все ресурсы, затраченные на выполнение, будут агрегированы в рамках вот этого интервала 60 минут, и мы получим некоторую агрегированную информацию по данному запросу и данному плану. Интервалы выполнения хранятся в Query Store Runtime Stats интервал, а, соответственно, сами данные Query Store Runtime Stats. Таким образом, подытожим еще раз. Query Store текст, текст запроса выполняется в контексте, дает нам запрос, запрос имеет один или более планов, сохраняется Query Store Plan, который выполняется с определенными ресурсами за определенное время, агрегированными по интервалам Query Store Runtime Stats интервал, и данные кладутся в Query Store Runtime Stats. Такая схема данных. Подробнее о каждом DMV, какие там колонки, там очень много интересных вещей, вы можете посмотреть в документации. И еще одна DMV — это настройки Query Store. Она вынесена у меня как отдельная, мы об этом сейчас поговорим. Итак, настройки Query Store. Дело в том, что Query Store сохраняет данные, и несмотря на то, что у нас сначала пишется в память, только потом асинхронно на диск, тем не менее, все равно это занимает какое-то время, то есть какие-то ресурсы сервера на это тратятся. В среднем называют 3-5%, это уже зависит от вашей нагрузки. Но чтобы вы могли настроить механизм сбора в соответствии с вашей нагрузкой, Query Store имеет некоторые настройки. Давайте о них поговорим. Первая пара настроек — Desire State и Actual State. То есть это желаемый режим, режим, установленный пользователем, и реальный режим работы Query Store. Понятно, что раз они разничны на две части, то они могут отличаться. Итак, режим работы какой может быть отключен, то есть Query Store выключен, только чтение, либо чтение записи. Чтение записи — наиболее желаемый, наверное, режим, то есть когда вы хотите, собственно, собирать данные о запросах и читать их. Но реальный режим работы может отличаться. Наиболее частая причина — это то, что Query Store достиг максимального размера. То есть когда вы включаете Query Store, данные Query Store занимают определенный размер, и вы можете ограничить, сколько места вы отведете в Query Store. Еще раз скажу, что Query Store у нас работает на уровне базы данных, и место, которое занимает Query Store, оно выделяется в базе данных, где он включен. Далее. Причина — это не единственная причина достижения максимального места, поэтому есть отдельная колонка — read-only reason. Причина — отличие установленного пользователем режима от реального режима. Вы также можете посмотреть документации, какие там бывают причины. Ну вот, наиболее вероятно, это максимальный размер достигнут. Дальше — база данных в read-only, single-user и другие. Следующее — это max storage size megabyte. Это в мегабайтах число мегабайт, которое вы отводите под Query Store данные. По умолчанию это 100 мегабайт. Следующая настройка — flash interval seconds. Это частота того самого асинхронного процесса, который сохраняет данные Query Store на диск. По умолчанию — 15 минут. То есть, если вдруг у вас произойдет за эти 15 минут авария, вы эти данные из памяти потеряете, потому что они не были сброшены на диск. Здесь, соответственно, опять же, каждый, исходя из своей нагрузки, ищет баланс между тем, насколько часто будет требоваться запись на диск, сброс на диск, и, соответственно, какой интервал данных, если что, он готов потерять. Следующий — interval length minutes. То есть, это интервал агрегации статистики выполнения. То, о чем мы говорили, статистика у нас сохраняется не для каждого выполнения, а агрегируется за определенный интервал. Этот интервал тоже вы можете определить. По умолчанию это 60 минут. Следующая настройка — stale query threshold days. Это число дней, которые Query Store хранит ваши запросы. По умолчанию — 30 дней. Опять же, вам может быть неинтересно, например, хранить данные за год. Допустим, это слишком много, вас это не интересует. Может быть даже неинтересно за месяц. Может вам интересно последние недели и так далее. То есть здесь вы можете выставить число дней, после которых запросы, которые старше, будут удаляться автоматически. Чтобы освобождать, опять же, место, чтобы минимизировать занимаемое текущее место. Чтобы, опять же, не прийти, например, к ситуации, когда Query Store переходит в режим read-only, только чтение. Поскольку, когда он это делает, он вам не сообщает, он просто тихо переключается, и все. То есть вам за этим нужно следить. Следующая настройка — это максимальное число планов на запрос. То есть запрос у нас имеет, например, один план минимум, да, если план получен и построен, но может иметь и больше. По умолчанию это 200 планов, в принципе, довольно много. Если достигнут максимум, то Query Store перестает собирать данные для этого запроса. Следующая настройка — Query Capture Mode. Это режим сохранения запросов. Здесь имеется три опции. Это None — не сохранять новых запросов. То есть будет собираться статистика по запросам, которые уже есть в Query Store. Это All — будут сохраняться все запросы. И это Auto. Auto — это Query Store, решает, какие запросы сохранять в Query Store, какие нет, основываясь на некоторых внутренних своих пороговых значениях, в числе которых, например, количество раз, сколько запрос пришел на сервер, сколько занимает компиляция, сколько занимает выполнение. Соответственно, основываясь на этих, Query Store решает, основываясь на этих данных, Query Store решает, стоит сохранять запрос, является ли он значимым для сервера или нет. Следующая настройка — это Size Based Cleanup Mode. Это некоторая политика автоматической очистки. И она, эта настройка может принимать два значения. Auto — автоматическая политика очистки. И Off — отключена по умолчанию, Auto. Данная политика отвечает за автоматический процесс, который может быть запущен, если включен режим Auto, в случае, когда Query Store приближается к максимальному размеру. То есть, когда Current Storage Size, текущий размер, приближается примерно 90% от максимально доступного, запускается фоновый процесс, который очищает наименее релевантные запросы из Query Store, удаляет и, соответственно, останавливается, когда порог падает до 80% от максимально доступного. То есть, некоторая политика очистки. Теперь, как включить Query Store? Query Store включается довольно просто при помощи синтаксиса Alt. Alt database — ваша база данных, set Query Store on. В таком случае вы просто включите Query Store, все параметры будут по умолчанию. Если вы хотите задать параметры, тогда вы пишете Alt database side Query Store и в скобочках перечисляете все те настройки, о которых мы говорили на предыдущем слайде. Это режим работы, политика очистки, максимальный размер и так далее. Выключить Query Store также Alt database set Query Store off. Когда вы выключаете Query Store, данные там сохраняются, не удаляются. Если вы хотите очистить данные, тогда вызывайте команду Alt database query Store clear, то есть очистить данные Query Store. Идем дальше, и мы поговорим про форсирование планов. Мы видели, как это работает на примере в самой первой демонстрации, когда мы форсировали план, и тем самым скорость запроса у нас увеличилась, время выполнения упало. Когда мы нажимали кнопку, вот эту force plan, вызывалась процедура. Также вы можете это делать и с графической системой кнопочкой, либо процедурой, которая называется SP Query Store force plan. Передается туда ID запроса и ID плана, который вы хотите форсировать. Соответственно, чтобы убрать форсирование, SP Query Store unforce plan. Также ID запроса, ID плана. То есть форсировать и убрать форсирование — две процедуры. Как это происходит? Когда запрос приходит на сервер, он ищется в некоторой хэш-карте запросов, стейтментов. Соответственно, если у нас план форсирован, значит запрос уже есть в Query Store, он находится в этой хэш-карте, берется его план, проверяется, форсирован ли план для данного запроса. Если он форсирован, то применяется подсказка use plan. То есть это то, как работает это внутри. Наверное, многие помнят такую подсказку. У нас она была доступна, начиная с SQL Server 2005. При помощи option use plan и указания XML плана мы могли форсировать определенную форму плана для запроса. Здесь это все делается сервером автоматически, тихо. Мы не работаем с большими вот этими XML кусками XML кода и так далее. То есть здесь все при помощи процедуры force plan and force plan все это делается автоматически. И есть разница, если по какой-то причине форсирование плана у нас невозможно, то запрос не падает с ошибкой, просто происходит оптимизация плана так, как если бы план не был форсирован. То есть, соответственно, если у нас форсирование плана невозможно, у нас также возникает событие query store plan forcing failed, и плюс у нас в представлении query store plan указывается причина, по которой форсирование было неудачным. Возможные причины неуспешного форсирования подробнее вы можете посмотреть в документации query store plan в колонке lastForceFailureReason. Вот я их здесь вынес. Среди них такие, например, как таймаут оптимизатора, не смог найти план, нет индекса и так далее. То есть там можете посмотреть две колонки lastForceFailureReason и lastForceFailureReasonDescriptionDesk. То есть в одной будет код ошибки, почему не удалось, в другой, соответственно, будет описание. И давайте посмотрим на демонстрацию форсирования планов. То есть мы видели, как у нас происходит форсирование планов. И теперь давайте посмотрим, по каким причинам у нас план не может быть форсирован. То есть когда это не работает. Для этого переключимся опять в Management Studio. Будем использовать ту же базу данных, тестовую. Давайте в нее переключимся. Здесь я выставляю параметры QueryStore, режим сбора запросов все, размер 100 мегабайт, ну, по умолчанию, отключаю политику и так далее. Еще параметры выставляю и режим сбора ReadWrite, чтобы запросы сохранялись. Дальше чищу данные QueryStore с предыдущего выполнения, clear. Чищу кэш и так далее. Итак, выполним. И теперь давайте посмотрим на план запроса. Здесь у нас запрос соединяет нашу таблицу T1BX с еще одной табличкой T2 по какому-то условию. И в R отсекаются строки, где T1B меньше или равно 1. Давайте включим план выполнения, посмотрим. Мы здесь видим индекс SIG, то есть поиск по индексу B в таблице T1BIC. И дальше, значит, сканирование T2 и соединение и так далее. Что мы делаем? Перед тем, как попробовать форсировать, я вот написал процедуру QueryStoreCashStoreInfo. Это тестовая процедура, деланная для демонстрации, просто чтобы не писать каждый раз запросы к представлениям. У меня в этой процедуре прописан запрос вот к этим QueryStorePlan, QueryStoreQuery, QueryStoreQueryText. Выводятся колонки QueryID, PlanID, признак форсирован ли план, и если вдруг план провалился, форсирование, то почему. Плюс, собственно, выводится текст запроса и план запроса. Давайте сейчас еще раз все это выполним. И посмотрим, что у нас в QueryStore. Мы здесь находим наш запрос, вот он, где T1B меньше на равно единице. Посмотрим план запроса. Да, тот же самый план с индексик плюс кейлукап, соединение и так далее. Здесь мы видим QueryID1, PlanID1, форсированный нет, причины неуспешного форсирования, никакой причины нет. Теперь при помощи процедуры QueryStoreForcePlan форсируем данный план. Данный план, вот этот вот, да, с поиском по индексу B для нашего запроса. Давайте выполним. Так, сейчас ForcePlan и посмотрим, что у нас после этого. Мы видим наш запрос и теперь уже ForceIsForcedPlan здесь стоит единица, то есть план форсирован. Теперь что будет, если мы удалим этот индекс? Я напомню, что у нас запрос использовал поиск по индексу B. Давайте удалим этот индекс и повторно выполним наш запрос, посмотрев, что у нас будет в QueryStore. Так, выполнилось. Мы видим содержимое QueryStore. Теперь у нас появилось две строчки с одинаковым текстом запроса, которые мы выполняли, одинаковый ID запроса, но разные планы запросов. Первый план ID1, второй план ID6. То есть у первого форсированного стоит признак форсированного плана, но план не мог быть форсирован, потому что индекса, по которому мы форсировали план, уже нету. То есть кто-то его, допустим, удалил. Соответственно, noindex. Вместо этого мы получили новый какой-то план. Это в данном случае параллельный план получился у нас. То есть вот причина неудачно форсированная. Например, отсутствует индекс, по которому был форсирован. Давайте вернемся, вернем индекс и рассмотрим более интересный сценарий, когда не может быть получен план. Причина неудачного форсирования – no plan. Выполним также очистку и включение QueryStore, чтобы обнулить результаты предыдущего эксперимента. И что мы делаем? Мы выполняем тот же самый запрос. Далее опять смотрим, что в QueryStore и форсируем план запроса. План у нас тот же самый. Вот он. Тоже с поиском по индексу B. И, что важно, кейлукапом в кластерный индекс, поскольку индекс у нас не покрывающий. Мы его форсировали. Теперь давайте изменим спецификацию индекса. У нас был индекс по колонке B. Включим туда еще колонку C. Индекс по-прежнему будет не покрывающий, потому что в таблице у нас 4 столбца. A, B, C, D. Давайте изменим спецификацию, то есть пересоздадим индекс. И выполним опять запрос и посмотрим, что у нас в QueryStore. Запрос выполнился. По-прежнему одна строчка, тот же план, форсированный план. Нет причин неуспешного форсирования. По-прежнему такой же план сохранился. Теперь давайте еще изменим спецификацию. Что мы сделаем? Мы добавим недостающую колонку D в наш индекс. То есть сделаем индекс по таблице T1BIC по колонке B. Покрывающим для данного запроса. Это займет какое-то время, минуту или две, потому что у нас колонка D варчар даже меньше заняла. Варчар 500. Специально для того, чтобы табличка была побольше. Итак, теперь у нас индекс покрывающий. Делаем то же самое. Выполняем тот же запрос и опять смотрим, что у нас вернул QueryStore, какие в нем данные. И вы видите, что у нас опять появилось две строчки с одинаковым QueryID. QueryID 1. QueryID 1. Форсированный план. Но на этот раз причина неуспешного форсирования, ноу-план. Что это значит? Здесь дело в том, давайте я сейчас верну индекс. Дело в том, что как происходит оптимизация при помощи usePlan и когда у нас план запроса задан. Может показаться, что оптимизация при этом не происходит. То есть вот у нас есть план запроса, и сервер просто берет этот план запроса и подставляет каким-то образом его и выполняет запрос с этим планом. На самом деле это не совсем так. Сервер, тем не менее, несмотря на то, что у него есть план, он все-таки оптимизирует запрос. То есть происходят все те же стадии парсинга, упрощения, поиска альтернатив и так далее. Но потом вычисляются кардинальности, вычисляется стоимость. Но в отличие от обычного процесса оптимизации, оптимизация начинается сразу с самой поздней стадии, и альтернативы, которые рассматривает оптимизатор, выбираются не исходя из стоимости, как это делается обычно, берется наиболее дешевую, а исходя из формы плана, которая должна быть получена. То есть если у него есть альтернативы между мерс-джойном и хэш-джойном, например, то будет выбран не наиболее дешевый, а тот, которому у нас соответствует план, который мы хотим форсировать. То есть меняется критерий выбора альтернатив, соответственно. И почему это важно? Потому что если у нас нет альтернатив, которые были для предыдущего плана, то есть, например, у нас индекс был в прошлый раз не покрывающий, у нас была, значит, кейлукап, индексик плюс кейлукап, либо кластер диндексан. Здесь у нас уже никак не может быть кейлукап, поскольку индекс, покрывающий просто оптимизатор, идет другим, другой путь оптимизации используется, и уже благодаря этому не может быть никак найдена та форма плана, которую мы ему форсировали. Поэтому он говорит о том, что он не смог, исходя из новых условий, не смог уже найти необходимую форму плана, которую мы форсировали. Поэтому пишет, что нет плана, план не найден, и, соответственно, оптимизирует так, как если бы не было никакого форсирования. Поэтому мы получаем два плана запроса. Давайте сейчас поговорим про сценарии использования Quaristore. Основных сценариев выделяют четыре. Это найти и ускорить замедляющиеся запросы. То есть то, что мы видели в самом начале, и мы сейчас еще посмотрим на несколько примеров демонстрации. План запроса у нас меняется с течением времени. Для поиска удобно использовать новый элемент в дереве объектов Regressed Quarist. Это некоторый интерфейсный элемент. Опять же, что мы делали? Выставить критерий, по какому искать регрессию. Это не обязательно может быть время, это могут быть какие-то другие ресурсы. Это там, например, процессор или логические чтения и так далее. Ну и, соответственно, мы можем форсировать какой-то план старый, например, если он быстрее, пока разбираемся с новым и так далее. Следующий сценарий — это найти запросы, потребляющие больше всего ресурсов. Это представление элемента интерфейса Top Resource Consuming Quarist. Соответственно, позволяет найти запросы, потребляющие больше всего ресурсов. И чем это отличается от старого механизма, когда мы, например, использовали запросы к представлениям DMXX Quarist Stats или процедуры Stats, тем, что у нас здесь время жизни не ограничено кэшем планов. То есть, если план из кэша удаляется, в Quarist Store он все равно сохраняется. Следующий механизм — это A-B-тестирование. Это метод тестирования, в котором есть две тестовые группы A и B, которые отличаются одним или несколькими параметрами. Например, обновление до новой версии вашего приложения. Например, вы что-то сделали, обновили версию и хотите посмотреть. Значит, какой механизм? Включаете Quarist Store, собираете данные, которые, значит, о запросах, включаете фишку какую-то, например, выкатываете новую версию своего приложения, опять собираете данные, сравниваете A и B, что получилось, до-после. И, соответственно, это может быть что угодно. Новое оборудование на сервере, создание индекса, обновление SQL Server версии, накатывание сервис-пака или апдейта, включение нового уровня совместимости и так далее. Это все, соответственно, можно использовать. Вот по алгоритму включить Quarist Store, собрать данные, включить какую-то фичу, опять собрать данные и сравнить. И последний сценарий — найти и устранить ad hoc нагрузки. Это если у вас нет тяжелых запросов и много небольших, но часто выполняющихся, вы можете, соответственно, посмотреть опять в Top Resource Consuming Quarist, например, отфильтровать по числу выполнений, найти запросы, которые выполнялись только один раз, либо использовать запросы к представлению Quarist Store Plan, чтобы сгруппировать запросы по хэшу Quarist Plana, то есть какие-то кандидаты на параметризацию определить, и дальше уже либо параметризовать вручную, либо включить force-вот параметризацию и так далее. И давайте сейчас посмотрим демонстрацию сценариев использования. Последняя демонстрация в докладе. Для этого я буду использовать AdventureWorks 2012. Переключимся в нужную базу. Приготовим данные. Что здесь происходит? Здесь я просто копирую из таблиц, которые имеются в базе данных, Sales, Sales Order Header, Sales Order Detail, просто копирую данные, делаю полную копию таблиц, просто чтобы не трогать таблички в AdventureWorks. Обратите внимание на новый интересный синтексис, DropTable if exists. То есть теперь не надо писать, если object.id таблица не равен нулу, тогда DropTable. То есть можно писать DropTable if exists, и, соответственно, таким образом удалить таблицу, если она есть в базе данных. Очень удобно для демонстрации. Дальше я создаю полные копии индексов, так же, как на оригинальных таблицах. И дальше опять включаю Quarry Store и выполняю некоторый аналитический запрос. Допустим, нам интересно посчитать какие-то суммы по заказам и так далее, сгруппировать и взять заказы, у которых дата больше июля. Плюс я здесь использую Option Recompile. Кто-то знает, на всякий случай скажу, что эта опция позволяет прослушать значение параметра во время его выполнения, а с определенной версией позволяет и вовсе подставить вместо вот этого параметра константу. Часто используется, часто некоторые ее используют для того, чтобы сервер оптимизировал более агрессивно и получился план лучше. Итак, выполним. Запрос у нас выполнился быстро. Я включил здесь сбор статистики. Давайте посмотрим. 247 миллисекунд. Отлично. Теперь что я делаю дальше? Я эмулирую жизнь системы, что у нас, допустим, заказы в систему добавляются. То есть вот у нас запрос, вот он работает быстро. Я добавляю заказы. Давайте я включу добавление. То есть вставляю в таблички Sales Order Header и Order Detail, вставляю данные. Плюс я немножко модифицирую, то есть эмулирую то, что добавились новые заказы. Прибавляю один месяц к дате заказа. И теперь хочу посмотреть на один месяц больше, на август. Допустим. Тот же самый запрос, только другой месяц. Давайте выполним. И вы уже видите, тот запрос выполнялся у нас менее секунды. Этот запрос у нас уже выполняется 8 секунд и повисает в таком ожидании. Давайте дадим ему возможность выполниться. Пока он выполняется, давайте... Вот он выполнился. Выполнялся он 19,345 миллисекунд. То есть почти 20 секунд, что примерно там у нас миллисекунды, да, в 100 раз медленнее. Итак, что мы можем сделать? Мы идем в... Вот, допустим, у нас произошла такая ситуация, и запрос внезапно замедлился, и там что-то поменялось. Мы идем в AdventureWorks, открываем ее в базу данных в Object Explorer, идем на вкладку Query Store, опять открываем наш Regressed Queries, детальный грид, находим наш запрос, вот он, наш запрос, и видим два плана запроса. Один опять выполняется быстрее, другой медленно. Форсируем план, который выполняется быстрее, смотрим, давайте вернемся, вот этот запрос, выполняем его, вот предыдущее выполнение, напомню, 20 секунд, выполняем, выполняется мгновенно. Все, пока у нас пользователи, значит, довольны, запрос починили, мы пока можем разобраться, в чем дело. Для этого давайте сделаем следующее. Возьмем медленный план и сохраним его. Давайте назовем его Slow2. Так, теперь посмотрим, откроем быстрый план и выберем Compare ShowPlan. Новая такая тоже фишка в студии, сравнивать планы. Он предлагает выбрать, с чем сравнить, Slow2. И вот видим такой интерфейс. Замечательный, который нам показывает, подсвечивает похожие операции. Давайте начнем с самого крайнего. Проанализируем, что здесь у нас произошло. Вот вы видите в двух окнах открыты соответствующие, значит, свойства оператора IndexSig. И можете видеть, что вот здесь у нас BottomPlan, медленный, то есть который SlowPlan. Здесь у нас EstimatedNumberOfRows1, а здесь у нас EstimatedNumberOfRows939. То есть в тысячу раз у нас отличается, соответственно, быстрый от медленного плана. То есть сразу уже подсказка, что возможно дело в этом. То есть, возможно, сервер у нас недооценил число строк и оптимизирует план как для одной строки. Окей, давайте закроем это. Соответственно, нам уже сразу может стать понятно, уже исходя из такой разницы в оценке, что дело может быть в необновленной статистике. Давайте обновим статистику. Давайте я еще раз открою детальный грид. Уберу форсирование планов, чтобы все было по-честному у нас. Уберем. Все, теперь планы опять не форсированы. Статистику обновили, и теперь давайте выполним запрос с обновленной статистикой. Запрос опять выполняется мгновенно. То есть тот сценарий, про который я говорил, что-то сломалось, быстренько форсировали старый план, пока ищем причину, люди продолжают работать, причину нашли, обновили статистику или, может быть, любая другая причина, устранили, убрали форсирование. Все работает. И давайте теперь к последнему примеру АБ-тестирование. Используем на этот раз базу данных AdventureWorks. Включаем также Query Store. Так. И запускаем запрос. Некоторый тоже аналитический запрос. AdventureWorks. Здесь на этот раз у нас DV, Data Warehouse. Запускаем. Запрос выполнился у нас за секунду. Теперь, допустим, мы хотим включить новый уровень совместимости. Мы обновились до 2016-го пресс-сервера. Включаем новый уровень совместимости. Включили. Запускаем наш запрос. И видим, что запрос у нас выполняется гораздо-гораздо медленнее. То есть тот у нас за секунду. Здесь у нас уже выполняется, соответственно, сколько он выполнялся у нас? Еще не выполнялся. Вот, 14 секунд. То есть 15 раз медленнее. Опять же, что можем сделать? Открыть нужную базу. Это у нас на этот раз AdventureWorks DV 2012. Открыть нужную базу. Перейти в Query Store. Традиционный наш Regressed Queries. Найти наш запрос. Опять форсируем, допустим. Находим быстрый план, форсируем его. И вот у нас запрос 15 секунд. Выполняем. И опять он у нас сокращается до секунды, даже меньше. Вот таким образом мы можем влиять на то, какой план будет выбран. Устранять, соответственно, дефекты в какие-то производительности запросов, если вдруг какие-то запросы стали работать медленнее. Ну и делать всякие разные интересные вещи. Анализировать, искать какие-то просады, провисы в производительности и так далее. То есть Query Store — очень интересный функционал. Всем рекомендую к нему присмотреться. На этом у меня все. Коллеги, всем большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok